Ну а теперь обо всем подробнее. В Дагестан с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов. В Махачкаре полпредсопровождение главы Республики Рамазана Булатибова осмотрел сразу несколько медучреждений. Республиканская клиническая больница в этом году празднует 80-летний юбилей. В 2013-м впервые в Дагестане больница получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. За год здесь проводят до 16 тысяч операций. В 2015-м медучреждении планируют провести 200 операций по эндопротезированию суставов. Полпред пообщался с руководством клиники. Врачи говорили о необходимости строительства диагностического блока с терминалом, где будут принимать экстренных пациентов. Уже в медицинском центре имени Аскерханова Меликову рассказали о строительстве детского корпуса с вертолетной площадкой. На этот год также запланировано введение в эксплуатацию двухэтажного корпуса поликлиники, где установят МРТ нового поколения. И сегодня же Меликов возложил цветы к мемориалу «Войну-освободителю». Далее Полпред вместе с главой республики посетили ДГПО. Здесь гости побывали в Музее искусства художественно-графического факультета. После состоялась встреча с представителями молодежных общественных организаций. Аблатипов и Меликов дали исчерпывающие ответы на вопросы. А они, к слову, были самые разные. От слуха в соцсетях до юбилея Дербента. «Мне бы хотелось сказать одну вещь. Давайте перестанем друг на друга вешать какие-то небылицы. К сожалению, мы сегодня в этих вопросах во многом погрязли. Опять же, я говорю, не только в Дагестане, но и в его зоопределах. Но, в конце концов, уже становится смешным, что каждый мой приезд в Дагестан, я думаю, Рамазан Граждамурач на меня не обидится, связан с уходом одного человека с должности главы и с приходом другого человека на должность главы. Но давайте перестанем смеяться над этим. Президент Российской Федерации каждому из нас, включая здесь присутствующих людей, определил, кто чем должен заниматься. И мы сегодня занимаемся все своими делами. Это первое. Второе. Я еще раз хочу обратиться к тем ребятам, которые стоят с камерами, с фотоаппаратами, чьи микрофоны лежат у меня на столе, и обратиться к вам. Перестаньте из контекста выступлений выдергивать по вашему разумению интересные вещи. Поверьте, эти вещи, которые по вашему разумению интересны, во многих вопросах становятся вредоносными. Я уже не говорю о блогерах, которых... Ну, на самом деле, для меня Дагестан – это нечто такое очень мужественное, такое святое, как, собственно говоря, и другие республики Кавказа. Ну, иногда в блогах читаешь такие вещи, что хочется посмотреть, кто же автор – мужчина или женщина. Причем, если женщина, да, то она обязательно, с учетом того, что там написано, она какая-то базарная склочница и сплетница, судя по высказыванию. А потом переводишь взгляд на то, кто автор, а оказывается, это мужик, да еще где-то сорокалетнего возраста. Им что, заняться нечем, на самом деле. Поэтому я хотел бы вот к вам ко всем обратиться, чтобы, если мы открыты сегодня, да, если я совершенно открыты, вот я не боюсь вам эти вещи говорить, ну, давайте и вы тогда будьте разумными. Ну, почему каждый приезд Палпреда сюда, которому интересны события, которые происходят в Дагестане, интересна динамика дагестанская, которому интересно общаться с людьми, ну, мне что, развернуться и перестать ездить сюда? Более подробный материал об этом смотрите в наших дневных выпусках. И завтра же рабочая поездка Палпреда продолжится в Дербенте, где запланирован ряд встреч и посещение нескольких заведений. Уже после пройдет совещание по подготовке к юбилею древнего города.